Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Никита Романов. Сегодня я хочу вам рассказать об установке VWD F2 в РПК. Это уже не первый мой РПК на системе F2, но я вам скажу честно, это первый очень хорошо мной подогнанный и собранный РПК. Давайте перейдем к сути сборки. Перед вами вашими глазами длиннющая палка LCT. Я меня столкнулся. То есть, что там было? В общем, прикола было с ней не так и много, сколько много. То есть, очень много нюансов. Во-первых, LCT-шек вы решили поставить 2 F2 и без разницы VWD или собрать хорошую АЕК. В общем, в данном приводе человека, у него столкнулся с тем, что у него идет очень сильный перекос ствола. Проще говоря, у него морда смотрела вниз, а герборг смотрел вверх. То есть, и у него очень сильно драло. И плюс еще, помимо этого, у него сам ствол, то есть, как бы вам сказать, то есть, когда вот я смотрю, да, у него гир был вот очень сильно в правую сторону смотрел. То есть, он вообще был на изломе. Это делается, справится очень просто. То есть, установка F2 в гербокс. Перед вашими глазами VWD-система F2 под версию АК. Первое, с чем столкнулись определенное количество людей, это с тем, что при установке в АК отсутствие подачи и... Это связано с тем, что нозл под АК, который идет в базе, вот он перед вашими глазами, да, это родной его изначальный, он длиннее LCT-шного, тот, который мы купили отдельно, на где-то 0,5 или на 7 мм. То есть, по сути, у вас из-за того, что базовый нозл под АК не сделали длиннее, то вам придется, если вы хотите его поставить в LCT, у вас возникнет проблема с подачей, сдвигать либо систему на 1 мм назад, либо покупать дополнительно нозл под LCT. LCT-шный нозл идеально подходит под LCT-шный гир, поэтому в этом плане все окей. Следующий момент. Симметрия этих отверстий и этого фрезерованного паза, она как была, не по центру, так и осталась. То есть, если вы оставляете вот здесь вот пазик, который крепит непосредственно саму систему и не дает их ходить влево-вправо, да, и, соответственно, зад-вперед, то вы будете всегда играться с полу-раскрученной системой. К чему это может привести, я, честно говоря, не знаю. Я считаю, что если вещь должна быть закручена, она выиграется с раскрученной, то это явно приведет не к очень хорошим последствиям. Поэтому для установки человек, который изначально делал до меня, он спилил эти места и попробовал сделать втулку из 3D-печати. Значит, 3D-печать, к сожалению, не держала достаточно ВВД-системы, поэтому она, соответственно, ходила взад и вперед. То есть, поэтому, что было сделано и модифицировано. Во-первых, втулку мы из 3D-печати убрали и сделали втулочку из цилиндрика. Классическая схема. Можете сами отрезать его ножовочкой, дремелем, а потом подогнать напильничком, и ВВД-система перестанет ходить. Плюс, следующий момент, для того, чтобы убрать конечный люфт нозла, посмотрите, какой он, да, просто шикандос, вообще никакого люфта. При этом ходит прекрасно. Была сделана втулка из стеропласта и проточена, вставлена в систему. Тем самым, при отходе назад люфт имеется, но он уже не критичен, а при конечном доводе назад и центровке шара, втулка центрует сам нозл и убирает его окончательный люфт. Мы должны получить поразительные результаты. Следующий момент. Рычажок перекрещения огня всегда подпиливайте, потому что очень часто, он чуть выше, чем нужно, потому что он рассчитан под АЕК-плату, плата от Polarstar, она встает очень плотно к самому гиру. Поэтому пропиливайте ее в самой низине, и вот небольшой кусочек рычажка, для того, чтобы он не упирался в непосредственно сам микрик. Как вы видите, он ходит свободно, никто ничему не мешает, и все работает отлично. Следующий момент. Простелите кусок, как бы вам объяснить, под платой. Вот, видите, у меня здесь зеленая изолента, то есть простелите ему ковер из зеленой изоленты под плату, потому что изоляция у Polarstar, мягко говоря, говнище. И следующий момент. Видите, у меня закручен на винтик, винтик тоже простелите под изоленту, причем в большом количестве, потому что у меня были случаи, когда этот винтик замыкался на плате, и как система стреляла, а нозов не ходил, потому что второй зеленойт не срабатывал. Собственно, по гирбоксу мне больше добавить особо нечего, поэтому желаю вам удачи, погнали. Вот так, чик, и все, и готово. Хупап. Хупап Combat Union, переделанный с O-Ring модом. Я расскажу потом отдельно, что это такое, а так, эту штуку подсказал мне делать Виталий из AliWorkshop, за что ему офигенное спасибо. Реально, я для себя некоторые резинки открыл заново, то есть теперь диапазон, то, что можно с ними делать, вообще открылся очень круто. Если вы будете ставить Combat Union камеру, то имейте в виду, фрезерованная камера Combat Union, она как бы ровная, а литье LCT-шное, оно неровное, поэтому вы сначала должны отфрезеровать литье у гербокса, тем самым сделать ровные стенки. Следующий шаг, если вы будете прикручивать его к этому месту, то вы имеете шанс получить перекос на камерах у папы или вашего стволика, в зависимости от того, как выполнено литье у элоситичного гера. В некоторых случаях это бывает так, или вот так. Поэтому имейте в виду, что в моем случае я решил полностью от этого отказаться и просто все к чертовой бабушке спилить и присобачить камеры напрямую. Сначала я пытался все это дело насадить как бы в изначальной ее позиции, но у меня один хер сильно перекрашивало стволик, поэтому сначала я пропилил сильно ствол вниз, примерно на полтора миллиметра, втирая два миллиметра, потом в итоге мне пришлось еще весь герб поднимать наверх, и чтобы вы понимали, это примерно два миллиметра. Сейчас у меня все примерно ровно, почему я говорю примерно, потому что точно я вам сказать не могу без точных измерительных приборов. но летит хорошо, летит кучно, летит далеко, поэтому в принципе все значит сделано правильно. Шланг вывел в задней части через трубку. Гэппица на одном болте, но он очень стоит плотно, поэтому в принципе все хорошо. То есть если что, это самый удобный вывод на любом приводе. То есть через руководить я пробовал, если честно, ну не такое, а вот здесь это прям самый топ, потому что вы можете перекидываться, браться любой рукой, и вы не будете, вам этот шланг не будет мешать, потому что чаще всего он куда-то уходит за спину и не спереди. Поэтому вы никак, особенно лежа, вы никак не заденете, его не обломаете, то есть не заломаете, то есть он очень удобно в этом плане. Я многим так, как выводил вот именно сзади, вот именно за рукоятью на АК, и это реально удобно на большинстве случаев. То есть очень-очень редко, когда я выводил еще раз рукоять или на жесткий фостер крепил, то есть чаще всего через вот такую болтанку шланг. Значит, давайте продолжим именно по данному РПК. Сейчас гирбокс установлен ровно, сейчас я вам покажу некоторые мелочи, с которыми я столкнулся. Плюс имейте в виду, что когда вы будете поднимать весь гир вверх, вы сможете видеть, что он нестандартно высоко смотрит, вы видите, да, то вам придется еще подпилить шторку затвора, вот здесь вот мясо на 2 мм, и вот еще расточить посадку у переводчика огня, по одной простой причине, что, скорее всего, он просто упрется и не сможет надеться на свое место. Для того, чтобы у этой хрени не вылетала в магазин, я расклепал эту защелку, и все будет отлично работать. То есть, при следующий момент, это обязательно доработать место посадки вашего болтика под рукоять, а иначе у вас есть шанс того, что вы сорвете в моторной рамке резьбу, и рукоять не прикрутится, и вы будете перерезать резьбу и искать новый винт. А вот он, небольшой винт, центрирующий гирбокс относительно камеры и ствола. Здесь же, кстати, спрятан еще один винт, который центрует гирб по высоте. Вот смотрите. Оп! Ха-ха! Видали? М3. Самый обычный. Ничего такого. Он поднимает гирбокс относительно своей оси. Смотрите, второй винт, который поднимает ось, находится с задней стороны, с правой стороны у РПК. В разных моделях, если у вас складной РПК, вам надо делать дополнительные фиксации прямо в боди. Если у вас РПК с прикладом деревянным, как в данной модели, то здесь будет небольшой упор LCT. Просверливаете, режете резьбу и ставите там винтик, и все будет работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, мы не об этом. Сладенькая. Ладно, смотрите. Я вам сейчас покажу размер этой мишени. То есть вы представляете, да, вот просто во что я стрелял? Нереально, просто огонь. И честно скажу, потенциал у этой игрушки очень большой. Ну вот смотрите, мы уже отстреляли, да, что я могу, какой вывод сделать? Во-первых, честно скажу, баланс у РПК, несмотря на то, что это легкий пулемет, да, за счет бубна он очень сильно, и так ствол не самый легкий, да, и он и так сильно клюет, и поэтому с одной рукой или даже с прикидкой, то есть у меня честно постоянно елозит ствол, то есть реально, его постоянно нужно что-то опирать или опрокинуть, тогда с ним будет еще более-менее удобно играть. Игровка хоп-апа Combat Union, это хорошо, это удобно. В принципе, хоп-ап настраивается один раз, протепеленный шар, и идешь, стреляешь, все, пока у тебя бубен не кончится, и просто засыпаешь шары. F2. Друзья, я, значит, ставил, получается, первые партии, у них люфта-нозл практически не было. Вот реально, все шикарно. У новых партий люфт-нозл достаточно большой, и, откровенно говоря, одна и та же сборка одного из двух разных партий F2, и они стреляют по-разному. При этом из первой партии ничего не требовалось, поставил пардол гнать, играть, и она уже лупит, мам, дорогая. А с этой пришлось покопаться, по одной простой причине, ну, из-за этого люфта позиционированный шар постоянно был в разных местах, а еще с этими перекосами, но привод стрелал отвратительно. Вот, скажу, то есть, АК как не был моим приводом, так и не остался, а по поводу, насколько классный в плане пулеметный, говорю вам честно, как есть, это отменная система для пулеметов, то есть просто огонь. Единственное, мне не нравится цена. Цена там в диапазоне 28-32, ну, блин, серьезно. И плюс, мне не нравится ихняя плата АК. Она отвратительно неудобная, они не исправили тот косек, который был на первых партиях, когда плату, то есть, вот как у них стабильно, все криво, да, в том плане, что как плату приходилось опускать, да, сильно, чтобы поставить систему ровно. Сейчас я как бы от этого ушел и смог поставить это там, да, но один хер, то есть, пружина спускового крючка цепляется, блядь, за мигой. Ну, как они это делают? То есть, за что, Polarstar, скажите мне? Уже прошло год, твою мать, ну, можно было все поправить, ну, неужели, блин, никто в Америке не юзает АК? Ну, это, блин, бред. Или оно цепляется, теряется энергия, разряжается аккумулятор, да и хер бы с ним, пойду куплю новый. То есть, они в этом плане вообще не парятся, но меня, откровенно говоря, уже бомбит, потому что это уже получается третий РПК, да, в моем варианте, два. И, блядь, все время это хрень с платой. Да сколько же можно-то? О, надеюсь, кто-нибудь из производителя или дистрибьюто его слышит и наконец-то напишет, чтобы они наконец-таки исправили этот косяк. Ну, можно же переделать, ну, сколько можно? Вот. А в остальном, классная экономичная система, ничего не променялось спустя вот определенное время. Пулеметы, шикарно, штурмовые автоматы, шикарно. Вот по поводу снайперских систем, ну, такое себе, если честно, не уверен. Мне не нравится, что периодически есть разбросы влево-вправо. С чем и связано, не знаю. Вот. В остальном, все очень здорово. Экономично, да. То есть, реально, у меня получается, я настрелял, выпустил короб, да, короб, не полный, а банк, банка Матбулт, у меня там 2000, но там шарики не Матбулт, там были шары БЛС. 2000, улетело. И до этого был еще один короб, еще 2000. 4000, один, 1000 PSI на баллоны 1.1 при зарядке в 2. То есть, у меня 1 ровно ушел. Ребят, 4000. То есть, если мы заправляем баллон 1.1 на 4500 PSI, 12000 выстрелов нам обеспечено при плюсовой температуре. При минусовой температуре отнимайте от этого один короб, потому что переохлаждение, редуктор, и это с учетом того, что у вас еще хорошая компрессия, все хорошо настроено, редуктор не мандит, и все отлично как бы работает, вот такой у нее грубо говоря расход. Ну, откровенно говоря, все очень круто и меня радует. Самое главное, подача хорошая и кучность хорошая, то есть, зажигать с этой системой можно, мне добавить особо нечего. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Подписывайтесь на мой YouTube-канальчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте, задавайте вопросы. С вами был Никита Романов, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok